Всем привет, друзья, с вами Райзум. Вы смотрите новую рубрику, которая называется Трансмутация Кукухи. Это спин-офф героев альтернативного баланса. Если герои сфокусированы на неметовых стратегиях, которые являются более или менее успешными, то Трансмутация Кукухи является обратной стороной героев альтернативного баланса. Иногда игроки напикают такую хрень или используют безумную тактику, что из-за этого безумия или из-за неудачного стечения обстоятельств эта тактика приносит игрокам более разгромное поражение. И сейчас мы с вами посмотрим реплей между боем между Дарк Фениксом и Мастером Корнером Кэмпом. Естественно, кто бы мог открыть эту рубрику как невеликий маэстро Корнер Кэмп. Для тех, кто не знает, что это за игрок, я оставлю ссылочку на героев альтернативного баланса в описании, а вам быстренько расскажу. Мастер Корнер Кэмп это известный ладерный игрок, который всегда становится в угол. Он берет пехоту, берет артиллерию, забивается в угол и пытается там отбиваться. Его ник об этом честно говорит, и он был известным дварфом, но здесь он решил дварфов предать. И Дарк Феникс не смог терпеть обиды и взял против него гномов, чтобы его за это наказать. Однако, есть подраздительная вещь. Реплей называется Анти-Мастер Коррен. И возможно действительно существует некий притворщик, которого зовут Мастер Коррен, который переодевается, как переодетый с Кевин, переодевается в дварфов. Вот так же он переодевается в Мастера Корнера Кэмпа и на ладере насасывает и заставляет нас думать, а действительно ли Мастер Корнер Кэмп так велик, а достойен ли он нашего обожания. Это интересная теория, я призываю вас о ней подумать. Она достойна этой рубрики Трансмутации Кукухи. А мы сейчас представим, что это действительно настоящий Мастер Корнер Кэмп и ворвемся с вами в бой. Итак, карта река Синего Придера. Предела. Мастер Корнер Кэмп взял тяжелых мечников, взял арту и стрелков для того, чтобы отбиваться в углу. А Дарк Феникс взял настоящих королей угла. Не каких-то людей, а дварфов. Для того, чтобы они показали, кто действительно в углу самый-самый крутой. Итак, Мастер Корнер Кэмп, я специально скрыл интерфейс, Мастер Корнер Кэмп понабрал стрелков, понабрал мечников и собрался пойти в угол. Вот он уже направил, он опытный угловой игрок, уже направил свою пехоту в угол для того, чтобы сразу со старта встать там. Что же ждет его в углу? Кто король угла настоящий? А в углу его ждет засада. И посмотрите, какое количество отрядов уже готово засаживать врага. Естественно, Феникс догадался, что Мастер станет в углу. Здесь два угла, да? Есть два стула, есть два угла. В какой сам станешь, в какой Мастера поставишь. Здесь хреновый угол, потому что бугор, лес и прочая хрень. Поэтому, естественно, Мастер бы туда не стал. Поэтому Феникс понабрал пехоты и вообще отрядов с передовым развертыванием и сам занял угол. Мастер Корнер Кэм пока что не догадывается, что его ждет. Возможно, некоторые из вас скажут, что настоящий Мастер, он бы догадался. И поэтому он в своем величии повернул все отряды туда, ожидая, что Дварфы будут именно там. Возможно, так и есть. Возможно, это действительно Мастер Корнер, а не Мастер Карен. Но кто знает, возможно, он стал так плотно, что он не ожидал засады Дварфийской. Иначе бы он стал разверста. Стоит подумать, друзья, тут уж мне нужно ваше мнение, нужна ваша помощь в расследовании. Ну, а мы вернемся к бою. Естественно, здесь попадается сразу Мстители. Штирландо стоят мечники. У Феникса впереди горняки с подрывными снарядами. Есть элитные ребята. Есть наргримы. У них есть тоже передовое развертывание. И Дварфы с собой не взяли только Лорда. У Корнера 5 отрядов мечников, 3 отряда арты, 1 батарея огненных ракет и 2 дострела. Здесь Серебряные пули и Мстители Штирландо, которые сейчас будут просто разгромлены. Плюс у Дварфа есть поддержка Егеря и Егеря Багмана, которые готовы врагу наваливать. Борис Хитрый здесь тоже готов поддерживать. Пехотный, не знаю, почему Мастер выбрал именно его. Но я думаю, здесь есть какой-то очень-очень глубокий смысл в этом. И я просто еще не дорос до понимания. Но мы можем с вами начинать. Смотрим, начинается бой. Сразу обстрел. Попадаются имперцы в засаду. Феникс выдвигает свою элитную дворфийскую пехоту для того, чтобы наказать. Мастер Корнер пока еще не понимает, что происходит. Он начинает контролить Серебряные пули. Но тяжелые мечники ждут приказа, ждут портфелей, как говорится. И сейчас будет красиво, я думаю. Сейчас будет обидно. Или красиво. Сейчас мы узнаем с вами. Дварфы ловят пули, им пока пофиг. Готовимся к обстрелу с вами. Выдвигает Мастер Корнер своих мечников. И пошли портфели. Настоящие дворфы у них сейчас в голове. Если они это смотрят, у них играет песня. Это дворфийский дождь. Аллилуйя. И все имперцы подрываются просто в ноль. Посмотрите на эти взрывы. Посмотрите на эти хитпоинты. Имперская пехота просто не может дойти вообще никак. Дварфийский командир сюда даже не придет. Ну естественно, ты пошел в угол. Кого ты ждешь там? Там короли угла. Не надо суваться в угол. Мальчик, ты куда пришел? Ты зачем предал дворфов? Дварфы и угол это просто синонимы. Дварфы были рождены в углу. Они произошли из угла. Посмотрите. Прошла только минута. От дворфов не остается ничего. Настоящая отличная дворфийская засада. Предки гордятся. Если бы Ултуан стоял в углу, он бы тоже был бы дворфийским. Эльфам еще повезло, что там Ултуан не стоит. Как говорится, угол занимают дворфы. Тут Борис что-то пытается нарегенить. Но от мечников уже ничего не остается. Горняки ребята суровые, безжалостные. Здесь и топоры метаются. Но я думаю, для мастера уже все здесь закончено. И страта угла иногда абсолютно не работает. Особенно, когда ее ждут твои противники. Незначительная красивая победа. Вот так, друзья, контрится угол. Великими дворфами. Возможно, действительно, мастер Карен подставил дворфов. Кто знает, кто знает. Еще я вам подкину пищу для мыслей. У меня, когда в Дискорде был турнир. Все игроки клана ВМ зашли ко мне и переименовались ВМ Слейв. Ник, не знаю, почему это было. Но если есть Слейв, есть и мастер. Значит, над ними есть какой-то мастер. Который, возможно, мастер Карен. Кто это? И зачем ему мучить мастера Корнера Кэмпа? Действительно ли это мастер Корнер Кэмп? Действительно ли он предал? Или его всего лишь хотят подставить? В том числе и Феникс. Вот это вопрос, друзья, интересный. Задумайтесь об этом. Давайте посмотрим Павелью. 700, ну тут охренеть просто. Сразу уничтожена была вся пехота. Егеря залпанули. Карта хорошая. Естественно, было все предвижено. В какой угол встанет, кто очень удачно подобрана. Но на то они и про игроки, чтобы так делать. Или же эта постанова все снято. Монтаж и мастер Корнер Кэмп не предавал. Ох, друзья, тяжело. Все больше вопросов и все меньше ответов. Все тяжелее, тяжелее. Что по рубрике, друзья? Оставляйте комментарии свои. Как вам новая рубрика? Естественно, тут будет не только Мастер Корнер Кэмп. Тут будут и другие различные упоротые билды, которые быстро разбиваются. И вообще свои идеи, мысли по этому поводу. Оставляйте лайки. Тоже не забывайте. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok